Всем привет! С вами Арина и свежий выпуск новостей от крупной игровой портала Game Awards. Сегодня в выпуске. Через неделю будет анонсировано новое дополнение для World of Warcraft. Появился сюжетный трейлер LEGO Dimensions. Представлен первый геймплей Total War Warhammer. В War Thunder скоро появится британская линия танков. The Tales Principle на PlayStation 4 выходит в октябре. Через неделю будет анонсировано новое дополнение для World of Warcraft. Уже, наверное, каждый потерял счет во времени существования популярного RPG World of Warcraft. Уже складывается ощущение, что World of Warcraft никогда не потеряет своей популярности. Но если же вы в это не верите, тогда это очень зря. На следующей неделе компания Blizzard собирается анонсировать для своей многопользовательской игры совершенно новое дополнение. И самое интересное, анонс нового дополнения произойдет на выставке Gamescom 2015. Более точная дата – это четверг, то есть 6 августа. Никаких других деталей компания Blizzard больше не сообщает. Поэтому фанатам предстоит набраться терпения и просто ждать. Либо же надеяться на то, что произойдет утечка информации или образуется какой-нибудь слух. Хотя, скорее всего, одной трансляции маловато. Поэтому представители Blizzard собираются через 3 дня, 9 августа, провести еще один прямой эфир, который целиком и полностью будет посвящен этой легендарной игре. Появился сюжетный трейлер LEGO Dimensions. Уже давненько от авторов игры LEGO Dimensions не было ничего слышно. Последний раз они показали, что в игре будут присутствовать Доктор Кто, Эммет Браун и еще Челл со своим смешным компаньоном из игры Портал 2. На этот раз разработчики решили показать всем, как все-таки встретились все эти герои вместе и что их в конце концов объединило. Сюжет игры рассказывает о том, как очередной гадкий и противный злодей решил друг с другом столкнуть целые измерения. Именно, кстати, и по этой причине все герои оказались вместе, после чего их начало перекидывать в разнообразные и порой удивительные места. К примеру, так получилось, что знаменитого Гэндальфа, который, казалось бы, падет в битве против Болгора, спасет Бэтмена в своем Бэтмобиле. Кроме этого, в видеоролике представлено и множество других героев. К примеру, знаменитый и храбрый пес Кубиду, защитник Земли Супермен, двое темных рыцарей, которые решают, кто из них Бэтмен, злодейка Харли Квинн и даже Мартин Макфлай. Представлен первый геймплей Total War Warhammer. Наверное, многие уже позабыли о том, что студия Creative Assembly обещали опубликовать широкой публике первый геймплей своей игры Total War Warhammer. Видеоролик, который представили разработчики, был записан на пре-альфа-версии игры, так что имейте в виду. На видеоролике запечатлена квестовая битва, которая носит интересное название «Битва за перевал Черного Огня». На этой земле столкнулись войска Империи, которые возглавил Карл Франк, и войска зеленокожих орков, которых возглавил некий варбос Гримгор железношкурый. Но что самое интересное, в этой битве присутствует множество уникальных юнитов, вроде боевых машин Империи и самозаряжающихся катапульт у орков. Кроме этого, разработчики сообщают, что битва за перевал Черного Огня – это далеко не последнее задание, где будут проводиться такие крупномасштабные и эпичные сражения. Исходя из этого, судя по всему, игроков ждет очень увлекательная компания. В War Thunder скоро появится британская линия танков. Как всем известно, компания Гайдзин Интертеймент обещала до конца этого года добавить в игру War Thunder британскую линию наземной техники. И вот, как оказалось, самым первым в этом паке окажется танк под названием Черчилль МК.3, после чего появятся еще два танка – А-34 Комет и Центурион МК.3. Британская линия танков будет идти четвертой по счету после советской, американской и немецкой линии танков, с которыми, кстати, разработчики так еще и не закончили работать. Именно поэтому новые танки будут для игроков настоящим сюрпризом. Если верить словам компании Гайдзин Интертеймент, то после появления британской линии танков, общее количество доступных моделей в War Thunder перерастет за 700 единиц военной техники. А это не может не впечатлить. В любом случае, уже совсем скоро каждый сможет обкатывать совершенно новые модели танков. У фильма по мотивам серии игр Five Nights at Freddy's появился режиссер. Все-таки серия игр Five Nights at Freddy's смогла привлечь внимание Голливуда. Игра наконец-то попала в руки самой компании Warner Bros. Причем они сразу же успели еще и найти режиссера для этого фильма. Режиссером этого ужасающего фильма стал Гил Кинан, который, кстати, прославился благодаря фильмам «Дом монстр», между прочим, за который он получил номинацию на Оскар «Город Эмбер, побег» и «Олтергейст». И несмотря на то, что последний его фильм не имеет слишком высокие оценки, высокие шансы на что-то великолепное все равно имеются. Кроме этого, на своей странице в Твиттере Гил Кинан даже утверждает то, что сам является большим фанатом серии Five Nights at Freddy's. Причем он также и восхищается сюжетной линией игры. Именно по этой причине разработчик серии Скотт Каунтон сможет принять участие в съемках этого великолепного фильма по мотивам игры Five Nights at Freddy's. The Tale is Principle на PlayStation 4 выходит в октябре. Вы любите нас, потому что вы создавали? Вы создавали мир, который вы создавали, как нашим? Всем известная философская игра The Tale is Principle уже успела получить множество приятных отзывов от ПК-пользователей. А это значит, что ей ничего теперь не мешает покорить и другие платформы. Таким образом, выбор разработчиков этой игры пал на самую популярную консоль PlayStation 4. Но и это не все, ведь разработчики даже готовы назвать точную дату выхода игры на консоли компании Sony. Как выяснилось, игра выходит на PlayStation 4 уже 13 октября. Причем эту увлекательную головоломку выпускают не просто так, а в виде Deluxe Edition, где каждый купивший сможет найти самое свежее дополнение к игре, который носит название Роу Теги Хэне. Но если вам по душе больше диски в коробках, тогда разработчики этой игры представляют всем желающим коробочную версию игры. Это ужасный отзыв. Не делай мою ошибку. Пожалуйста. Анонсирована адвенчура под названием Корпс Эв Дискавери. Небольшая малоизвестная чикагская студия Fast 4 Games совершенно недавно анонсировала игру под названием Корпс Эв Дискавери. Игра призвана спросить людей о том, на какие жертвы они готовы пойти ради своего успеха. В Корпс Эв Дискавери игрокам предстоит взять на себя роль космонавта-первооткрывателя, которому предстоит отправиться изучать миллионы миллиардов случайно сгенерированных звезд. Изучая и исследуя каждую планету, игрок будет подпутно выполнять поставленную ему корпусом задачу. Кроме этого, игроки также будут узнавать историю посещаемости планет и разбираться в том, зачем его послали сюда. При этом каждое посещение планеты будет иметь свою собственную уникальную цель, к примеру, составление карты территорий или поиск и сбор ресурсов. Также игрокам по пути будут встречаться и разнообразные препятствия, вроде палящего жара и обдувающих ветров. Но конечная цель всегда будет одной – вернуться живым. На этом мы завершаем наш выпуск. С вами была Арина. Если вам понравилось, ставьте класс, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч в новых выпусках. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!